Ну что, продолжим. Сейчас у меня в руках FX-37. Модель точно такая же, отличается не только с зумом, то есть здесь 5-кратный оптический, у FX-35 4-кратный оптический зум. За счёт этого у FX-37 увеличилось фокусное расстояние до 22 мм включительно, и диафрагма закрывается чуть больше, до значения 5,9. На задней панели видим всё абсолютно то же самое, то есть как и на FX-35 резьба под штатив смещена радикально влево. Мне это также немножко напрягает. Аккумулятор у нас тот же самый, ёмкость абсолютно та же самая, то есть хватает его примерно так же, ну примерно на 350 снимков. Дисплей точно такой же, 2,7 дюйма, все органы управления на месте, то есть внешне никаких изменений нет. Изменения у нас только внутри. Сразу. В изменениях это режимы сцены. Здесь у нас добавляется режим малые отверстия. Посмотрим, что он нам даёт. Он даёт нам вот такую вот виньетку по краям изображения. Кроме него добавился режим песка, стройной обработки, фотография чёрно-белая. Все эти режимы предназначены для стилизации изображения под плёночные фотоаппараты. Ну и третий добавившийся режим, это режим трансформации. Здесь у нас изображение растягивается, либо сужается в ту или иную сторону. То есть сужение изображения, высокая и низкая регулировка и растяжение. Эффект на лицо. Ну, возможно, кому-то эти режимы могут понадобиться. Включается фотоаппарат чуточку быстрее по сравнению с 35-м. И работает, кстати, достаточно более бесшумно. Вот. Что хочется сказать о корпусе. Корпус немножко изменился. Он стал более приятным на ощупь. В данном случае он синего цвета. И такое впечатление, что прорезинен. Хотя, насколько я знаю, это не так. Корпуса металлические. Что у 35-го, что у 37-го. Ну, по внешнему виду, да, наверное, всё. Всё остальное читайте уже в текстовой части моего обзора. До скорой встречи. С вами был Фрима.